Итак, сегодня очередной разбор работы, да, кейс. Этот кейс тоже от Акима. Вот он его прислал. Довольно-таки неплохо. Есть нюансы определенные, да, нужно все смотреть, прорабатывать. Опять же, вопрос по контактам. Да, немаловажная часть, чтобы... Блин, пардон. Вот, чтобы разбираться, да, во всей этой истории, нужно все понимать, знать. Вот, уйдут ли задние зубы, непонятно, неизвестно. И, кстати, кто-то там просил, говорил о том, что хорошо бы увидеть мою моделировку, чтобы я ее сделал. Вот, в принципе, можно си счета платить, все можно будет сделать. Но я пошел по самому простому пути, я его потом покажу чуть позже. Вот, чтобы не было вопросов у кого-то, там, есть сомневающиеся ребятки. Так, вот вопрос по контактам. Смотрите, ребята, вот здесь у меня значение сейчас стоит в 200 микрон. Хотя я не знаю, уйдут ли вообще, да, третьи маляры или нет. Если они уходят, то нет смысла делать такой цементный зазор, есть смысл сделать его в ноль. Ой, окклюзионный зазор, не цементный. И суть в чем? У нас, получается, вот здесь контакт, здесь контакт, да, мне непонятно зачем. И то он динамический. Сейчас я включу, добьемся контакта. Ну, вот такой вот контакт. И почему-то он сразу возникает. 20 микрон прибавляешь и сразу вперед. И смотрим, что здесь у нас по артикулятору. Видим, да? Теперь мы включим и посмотрим. Вот то, что возникает разом. Друг мой, каково видение должно быть? Я не знаю, может быть, у тебя опять вопрос. Я не знаю, Аким это не плохой человек. Не редиска и так далее. Мы просто помогаем ему разобраться ситуацию. Аким это тот человек, который стремится к знаниям и не боится присылать свои кейсы. А кто из вас вообще еще прислал кейсы на разборы? Ну, никто. Поэтому Аким вообще красавчик. Он вообще мужчина. Потому что он не испугался и прислал. Чай четкий. Поэтому скажите спасибо ему, что благодаря ему вы сейчас смотрите кейсы и учитесь. Теперь посмотрим, что у нас здесь. Опять Аким. Оп-оп-оп. Скоро у Акима будет диплом выпуска из нашей школы Баттерфляй. Осталось только сдать экзамены. Видишь? Это плохо. Если у тебя не групповое, это плохо. И даже если групповое, оно должно идти на скате. А у тебя вот этот вот бугор излишний. То есть об него будет чирк-чирк. Но еще один важный момент. Да, это все нужно смотреть вообще в артикуляторе, как это находится. А не то, чтобы, да, там в цифре. Немножко неправильно располагается на тебе. Эта точка должна быть здесь. То есть за положение, расположение ты сделал неправильно. Вообще мы сейчас прокачали реально Акима. Потому что, ну, кто еще покажет, кто еще расскажет. Смотри, Аким, у тебя неправильное положение. Он должен быть у тебя вот в этой точке. То есть он должен регистрироваться правильно. Ошибку сделал при регистрации. Смотри. Оп. Дальше. Допустим, пусть оп. И пусть оп. Теперь смотрим. Фокус. Вот и все. Плюс еще. В копилочку упала Акима. Сделал круче. Свою работу. Ну, молодец, прокачался теперь. Самый шустрый и быстрее издание всех получил. По своим работам разбор. Так. Сейчас мы дойдем до момента того, что я там сделал его работе. Хорошо. Окей. Идем дальше. Сейчас теперь проверим. Еще раз, что здесь у тебя. Ну, вот смотри. Видишь? Не должно быть так. И смотри, вот эта фасетка стираемости у тебя где. И где идет потом контакт. В общем, суть ясна, да, Аким? Я думаю, ты теперь это учтешь. Ну, вот и мне непонятно, почему здесь еще у нас зуб будет. Ну, если так, то так. Ну, если это цифровой оттиск, очень похож на цифровой оттиск. Ну, вот эти контакты тебе понятны. Их нужно убрать. Так, теперь вопрос по поводу того, кто-то просил меня показать, как бы я сделал. Ну, вот примерно так бы я сделал. Вот это вот желтенькое. Я бы примерно так сделал. И все. Опять же, вопрос полностью делать работу. Ребят, ну, давайте будем скидываться. Я открою, не знаю, какой-то там, я не знаю, как это делается. Там донат. Вот, все скинемся. И тогда я какую-нибудь работу сделаю. Ну, или буду разбирать эти работы. Потому что, ну, реально мое время, оно, это мое время. Да. Вопрос личной границы и так далее. Поэтому, кому хочется, можешь сам делать моделировку, выкладывать, показывать. Я не против. Но, в общем, вот так вот. Плюс-минус. По поводу и положения челюсти немножко неправильное. Оно должно быть примерно вот таким. Сейчас найдем его. Посмотрим, что было похоже. Вот примерно такое. Плюс-минус. Тут вид. Вид должен быть немножко под углом. Челюсть не совсем прямая в положении, когда мы с ним разговариваем. Вот. Спасибо всем, кто пишет комментарии, дает советы. Большая польза. Хейтерам вообще отдельное спасибо. Если бы не вы, жизнь была бы очень скучной. Мы двигаемся вперед. У нас дальше больше, как говорят, да, ребята. Все по чуть-чуть. Вот. Подписывайтесь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.